Добрый вечер, уважаемые слушатели! Вновь в эфире Финам.ФМ Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. И тема сегодняшней программы Бизнес и подбор персонала. Мы будем говорить о рынке труда. Как он чувствует, как он выглядит себя в нашем любимом отечестве. И поговорим об основных трендах на этом самом рынке. Я представляю сегодняшнюю гостью. Это Алена Владимирская, руководитель агентства интернет-рекрутинга Пруфи. Добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, на всякий случай напомню вам, у вас есть возможность присоединиться к нашему разговору, позвонив по телефону в студии 6510-99,6 код Москвы 495. Также для того, чтобы задать вопрос или прокомментировать ту или иную ситуацию, есть интернет-ресурс. Это сайт компании финам.фм. Используйте оба и включайтесь в нашу беседу. Ну и мы начинаем разговор Алена. Еще раз добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, что за интернет-рекрутинг. Значит, давайте начнем с того, что подбор персонала, это такая, ну, начну с банального. Подбор персонала, это, в общем, основная история, без которой ни один бизнес не летит. А для того, чтобы, ну, потому что подбор правильных людей, это, в общем, где-то процентов на 60-70, это залог успешности бизнеса. Точка. Логично. А дальше, собственно, естественно, любой бизнес, неважно, большой он, либо маленький, он всегда пытается уменьшить косты, уменьшить затраты на подбор персонала. Соответственно, а мы все, в общем, постепенно переходим жить в интернет. Это ведь такая, ну, понятная простая история. Интернет теперь все, да, интернет теперь и мобильники, интернет это социальные сети, интернет это телевидение, интернет это медиа, интернет это все. Все наши друзья, в общем, это уже интернет тоже. Соответственно, поэтому рекрутинг, естественно, постепенно смещается туда, где больше всего людей и где дешевле всего искать людей. Соответственно, он приходит в интернет. В интернете рекрутинг существует довольно давно, ну, уже больше 15 лет, если мы говорим о мире, а о России мы говорим больше 10 лет, и существовал он в виде традиционных сначала рекрутинговых площадок, фактически досок объявлений. То есть, с одной стороны, люди размещают вакансии, с другой стороны, люди размещают резюме, и каким-то образом они находят друг друга. Кто-то удачно, кто-то неудачно. В общем, это все очень похоже на стандартные доски объявлений, такие же, как вы ищете машины, там продаете машины, котят, дома и прочие-прочие-прочие вещи. Он развивался, и постепенно, как любая отрасль в развитии, он стал понимать, что, в общем, это как минимум не единственный путь, и далеко не всегда самый эффективный путь. И стали появляться всякие, что вот, знаете, я скажу себе, что я нетрадиционная площадка, и это, знаете, как-то вот так звучит очень странно. Слово нетрадиционное, оно напрягается. Да, но, скажем так, более, ну, а я очень не люблю слово инновации, потому что оно у нас в стране, в общем, ну, такое... Ругательное. Ну, в общем, уже, знаете, как стартап и инновации, это у нас, в общем, станова такие полуругательные. Ну, в общем, стали появляться иные модели бизнеса. В чем суть? И дальше, в общем, если мы говорим обо мне и о том, что я придумала, ну, в общем, не секрет, что до того, как я придумала профи, я была несколько лет главным хантером компанией Mail.ru и занималась, в частности, сделала там проект работа Mail.ru. И ровно тогда, когда ты работаешь такой огромной компанией, которая вся на коммуникационных сервисах, ты понимаешь, что, в общем, будущее всех историй, это оно в соцсетях. И я придумала следующую историю, что люди, на самом деле, вот смотрите, вот вы, Олег, вы же в результате владеете огромной информацией о людях, как о профессионалах. В результате чего? Ну, в результате вашего жизненного опыта. Да. Соответственно, если мы вас мотивируем на то, чтобы вы на определенной вакансии рекомендовали качественных людей, а мотивировать можно, я твердо уверена, только деньгами, то, соответственно, вы, вероятнее всего, мне порекомендуете качественных людей, которые в результате выйдут на работу. Ну, правильно? Да. Значит, вот ровно эта история про профи-фрэнс, в чем она заключается. То есть, собственно, каждый день там публикуются очень классные, именно классные в смысле ключевые вакансии для бизнеса. Там нет вакансий низового уровня. Не то, что это плохо, но просто вот у нас такая специализация. То есть, я правильно понимаю, ключевые вакансии – это уровень менеджмент, топ-менеджмент? Это, вот смотрите, это важно. Это не только топы, это, собственно, вот те, которые ключевые вакансии для бизнеса. Ведущий продавец – это тоже ключевая вакансия для бизнеса. Еще поспорим, кто важнее – генеральный директор или, собственно, главный менеджер по продажам. Можно и не спорить, согласен. В этом случае ключевая вакансия – ведущий продавец, а просто продавец – это уже… Это не да. Так вот, вот, значит, смотрите, если, ну, или, допустим, программист, она ключевая вакансия для бизнеса, потому что он создает основную ценность. Или вот у вас, вы, вот вы, да, журналист-ведущий. Это ключевая вакансия для вашего, ну, для бизнеса, в котором вы работаете. А, соответственно, дальше. Есть огромное количество людей в соцсетях, которые ставят эти приложения, и в результате они получают эти вакансии, и мы говорим, если ты эксперт в этой сфере, Олег, порекомендуй человека на эту вакансию, и если твоя рекомендация стала успешной, то есть по этой рекомендации человек вышел на работу, то мы тебе выплачиваем вознаграждение. Оно в размере тысячи евро. Ну, и как результат, в общем, это все цветет и пахнет, люди рекомендуют. А тысяча евро откуда взялась? А это, собственно, вот, модель бизнеса, она же в чем? Вообще, будущий интернет-бизнеса – это шеринг доходов. То есть нам платит клиент за выход кандидата, ну, как к хантинговому агентству, вот, условно, он платит там нам некую сумму, а мы считаем очень честным, потому что вы сделали хорошо свою работу, поделиться нашим доходом с вами. Вот и все. Вот такой простой бизнес. Здорово. В этом случае давайте тогда мы поговорим. Я сообщу слушателям, да, ну, и вы это, наверное, подтвердите, Алена, вы занимаетесь поиском желающих трудоустроиться не только в интернете, да, но и как бы в традиционной сфере у вас. Да, традиционной, да. Если можно, расскажите, есть ли какие-то ключевые отличия от ведения бизнеса в первом случае и во втором? Ну, за исключением того, что один в интернете находится, а другой где-то в другом пространстве. А вы знаете, я не знаю ключевых отличий. На самом деле бизнес, он есть бизнес. Ты его ведешь и ведешь. А дальше это же вопрос площадки. Ну, на самом деле, там у тебя агентство, да, вот у меня есть еще агентство по подбору персонала, ну, там площадка, это, собственно, там наше имя, наша репутация и офис, да, а здесь площадка – это интернет. Основные принципы бизнеса ровно такие же. Другой вопрос, что в интернете бизнес быстрее начинает, не обязательно зарабатывать, но он быстрее начинает развиваться. Потому что это сама сейчас очень быстро растущая среда. И, соответственно, поскольку это быстро растущая среда, все быстрее либо развивается, либо умирает. Что тоже неплохо, кстати, да? Потому что если не пошло, так надо… Ну, и чего уж мучиться-то, да. Да-да-да, сразу понять, что не пошло, заняться чем-нибудь другим. Да-да-да. Это логично. Вот вы начали рассказывать об интернет-рекрутинге, и прозвучала фраза «я придумала». Да. То есть это действительно некая эксклюзивная история? Да, значит, на самом деле, смотрите, вот в полном этом виде с такой моделью монетизации вообще нигде в мире этой истории нет. Есть аналоги с подобным, то есть есть рекомендательные сети, но они все работают по другому принципу, в общем, не очень пока умеют зарабатывать. А мы вот как-то придумали, и вот как-то оно пошло. Ну, то есть вот то, что они не умеют зарабатывать, ну, неважно по какой причине, а то, что вы умеете зарабатывать, именно потому, что вы мотивируете, да, человека. Да-да-да. Я вообще твердо уверена, что мотивация может быть одна, либо деньги, либо любовь. Любовь мы дать не можем, ну, как-то, да, вот. Ну, то есть мы тоже про любовь, мы любим свой ресурс, мы любим своих пользователей, ну, в общем, мы не можем, да, мы про другое. То, в общем, остается только про деньги. Я считаю, что это самая честная, самая правильная мотивация. Я, на самом деле, так тоже считаю, но вот по поводу любви, такой романтической жилка. Я же девочка. Да-да-да, это замечательно. И, тем не менее, Ален, я так и не услышал ответа. Почему именно тысяча евро? Откуда цифра взялась? Красивая цифра. Вот она изначально, ну, я так придумала, и подумала, а почему бы нет? А может ли быть, допустим, в какой-то момент тысяча евро нерентабельна? То есть слишком много или слишком мало? Нет, смотрите, сначала, когда ставили вакансии только мы, была все только, постоянно была тысяча евро. Теперь, когда у нас ресурс открытый, то есть фактически любой клиент может поставить вакансию сам, ну, правда, он проходит модерацию, не любая вакансия в результате остается, то там стоимость рекомендаций колеблется от 200 евро до 1000. Мы рекомендуем ставить не ниже 500, потому что мы видим по своей статистике, что люди значительно лучше откликаются на такие суммы. То есть ниже 500 это не мотивировано, да, уже не серьезные суммы? Ну, как-то людям интереснее работать за 1000, нежели за 200. Но мы понимаем, что разные совершенно истории и разные бизнесы, и, может быть, и 200, и 100, ну, просто, вероятнее всего, отклик будет меньше на эти вакансии. Ну, это логично. А тем не менее, опять-таки, если мы сравнивали, да, система мотивации есть и в традиционном рекрутинге, да? Да на самом деле, вот когда вот вы говорите, там, я говорю условно, я придумала, на самом деле в этом есть некое кокетство, в то же самое мэйли или... Ну, вы девочка, это нормально. В многих других компаниях, смотрите, что вот такая система мотивации привода сотрудников работает только не в онлайне. То есть у большинства компаний, особенно очень крупных компаний, где большая потребность в подборе персонала, у них существует следующая история, что если ты, там есть открытый, с перечень вакансий, и если ты работаешь в этой компании, соответственно, зовешь, там, приводишь в эту компанию, там, своего приятеля, друга, не знаю, там, бывшего коллегу, то тебе выплачивается некая сумма, она обычно выплачивается двумя траншами. Первый транш по факту, когда человек вышел на работу, и второй транш, когда человек прошел испытательный срок. В результате, ну, люди приводят, большое количество людей, и помогают им адаптироваться во время испытательного срока, что тоже очень важно. Мы просто взяли эту систему, ну, ее перенесли, да, то есть в интернет. Я понял. Ну что ж, главное, что система работает, и уже... Она работает. Да, и уже это неплохо. Значит, к сожалению, у нас не так много времени остается до первых новостей, и все же я в таком случае успею задать хотя бы этот вопрос. Давайте. Вот с этой точки зрения, ну, мы говорим о рекрутинге в целом, и, в частности, об интернет, о его видоизмененном таком, видоизмененной форме интернет-рекрутинге. Есть ли какая-то специфика с точки зрения российского ведения бизнеса, российского менталитета? Вот давайте я, на самом деле, перефразирую вопрос, делаю его больше, если вы не возражаете, практической плоскости, потому что, наверное, слушателям будет это интересно. На самом деле, чем отличается поиск людей в интернете от поиска людей не в интернете? Вот, это вопрос, вы его перефразировали, а сейчас мы слушаем новости, а потом мы отвечаем. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, на Финам ФМ бизнес-класс. Я, Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира – бизнес и подбор персонала. Мы говорим о возможности трудоустройства наших сограждан и определяем основные тренды на рынке труда в России. У меня в студии сегодня Алена Владимирская, руководитель агентства интернет-рекрутинга «Пруфи». И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Я напомню, наверное, что до того, как мы послушали прекрасные новости, мы, в общем, перефразировали вопрос о том, который, наверное, волнует большое количество ваших слушателей, потому что, я так понимаю, вас слушают люди, которые занимаются бизнесом, и в частности, и крупным, и мелким, и средним бизнесом, особенно для мелкого и среднего, очень важны уменьшения коста на подбор персонала. Соответственно, и поэтому, вот, собственно, я задала этот вопрос, а как искать людей в интернете, где это, в общем, дешевле, нежели такой традиционный поиск. Если вы приходите искать людей, ну, не на традиционной интернет-площадке, где всё понятно, вы просто размещаете вакансию, соответственно, либо покупаете доступ к базе, там, в общем, всё понятно. А если вы приходите в соцсети и хотите, собственно, либо вообще бесплатно, либо за совсем маленькие деньги искать людей, то главная история, когда вы пишете вашу вакансию, она должна быть высоко виральным. Что это значит? Это значит, что ваша вакансия должна увидеть огромное количество людей. Сделать это совершенно спокойно, можно бесплатно, если вы хорошо напишите вакансию в стиле той соцсети, в которой, собственно, вы её размещаете. А примерами вы можете привести? Да, ради бога. Вот сейчас давайте с вами фантазировать. Давайте вот сделаем вакансию там, я не знаю, там, ведущей, финам, эфема. Ну, вот просто, да. Если мы её размещаем, собственно, на, допустим, ну, давайте начнём, что, во-первых, при всей моей любви к одноклассникам, потому что, ну, я работала в Мэйле, да, наверное, будет не очень эффективно её размещать на одноклассниках. Почему? Потому что в одноклассниках аудитория, собственно, старше 35 лет, это люди, это большое количество, это соцсети показывает, это большое количество провинциальных людей, ну, живущих ни в Москве, ни в Питере, что вам будет сразу, да, там, ну, довольно сложно. А второе, это, собственно, люди, уже определившиеся своими профессиональными предпочтениями, и, скажем так, к сожалению, опять же, там большинство людей, ну, не совсем творческих специальностей, да, сейчас у нас... Прошу прощения, Аля, а можно ещё так сказать, что люди, которые сидят в одноклассниках, у них иные, социальные иные задачи просто? Возможно, да. Вот видите, вы как мужчина очень быстро, ёмко, всё качественно сформулировали. Спасибо огромное. Значит, соответственно, вот вся сейчас, что называется, такая элитно-творческая история у нас находится в Фейсбуке. Это первое. Это если нам нужен именно журналист, уже профессионал. Если нам нужен вам, условно, стажёр на рост, на начальную позицию к вам, то, соответственно, это однозначно ВКонтакте. Каким образом мы делаем? Мы пишем эту вакансию следующим образом. Просто если мы напишем там, нам нужен журналист Финамо ФМ, ну, в общем, кто-то её расширит и очень... Подождите, я сначала должен зарегистрироваться ВКонтакте. Я зарегистрируюсь как Олег Дмитриев или как Радио Финамо ФМ, да? Нет, смотрите, ну, вероятнее всего, да, ваши там радиостанции, ваша компания, там, неважно кто, каким-то образом уже зарегистрированы в социальной сети. Согласен. Но, тем не менее, это необходимый, да, момент? Да, сори, я пропустила этот шаг, потому что считала его самым сообразумеющимся. Далее, собственно, если вы впервые в этой социальной сети, вам надо просто найти через поиск большинство ваших друзей, коллег и прочее и пригласить их к себе, да, там, неважно, на свою страничку либо на страничку своей компании. Когда у вас образовался хотя бы вот такой небольшой круг, ну, там, человек 50 условно, то дальше, собственно, что вы должны сделать? Дальше вы пишете текст этой вакансии. Он должен быть очень весёлый. Именно потому, что всё-таки работа творческая, да, и рассчитана на... Нет, именно потому, что в социальных сетях любят простые, весёлые, короткие, ёмкие тексты и с картинкой. То есть если это будет такой профессионально нудный текст, его просто читать не будет? Вот никаким образом не перепощивайте, то есть не размещайте там вакансию, которая вас заставляет делать стандартные рекрутинговые ресурсы вот по этой форме. Мы не говорим, что это плохая форма, просто в соцсетях она не работает. Условно, ведущие бизнес-радио ищут суперпрофессионального человека, который придёт и будет в эфире троллить всех звёзд, и мы дадим вам... Я условно, да, вот я вот сейчас вот так... И мы дадим вам возможность задавать всем бизнес-звёздам самые дурацкие вопросы. И вот дальше вы ставите, собственно, к этой вакансии. Обязательно не забудьте поставить e-mail, потому что, ну, собственно, кто-то будет вам писать в личное, кто-то не будет, это не всегда просто. И дальше вы ставите смешную какую-нибудь фотографию. Смешную фотографию... Уже не обязательно свою, да? В принципе, смешную. Свою не надо вообще. Вот, потому что... Кошечку может как-то... Нет, подождите, вот до котиков мы дойдём. Котики-то великая вещь, но немножко рано. Собственно, смешной фотографией берёте какую-нибудь вот эту звезду, ну, очень раскрученную, условно. Ну, первое, что приходит на ум, Олега Тинькова. Но только вы берёте не официальный портрет Олега Тинькова, а какой-нибудь смешной фотографии, не знаю, там, ну... Дружеский шаш. Ну, да. И, собственно, это ставите. Ну, в ответ люди начинают это перепощивать. То есть они размещают это у себя. Есть... В любой социальной сети есть такая функция, во-первых, лайк, то есть это нравится, да? А вторая функция — это поделиться. Это значит, что вы на свою стену, то есть, да, вы её размещаете, и она вот так от друга к другу, она, собственно, пошла. Если у вас нет... Алена, я предположу, что в... Ну, может быть, не в большинстве, но в большей части заинтересовывости моих друзей, вот то, что они начинают перепощивать, перепощивать, как забавно звучит. Так вот, они перепощивать начинают не мою просьбу о поиске, значит, сотрудника, а им понравилась картинка, смешная картинка, и они говорят, вот, посмотри. Нет, ну, во-первых, смешная картинка, во-вторых, естественно, любая социальная сеть, там люди приходят ещё в том числе и читать, только текст должен быть очень короткий. В социальной сети не читают длинные тексты. Если это интересная история, причём радио ищут ведущего, у всех есть какие-то знакомые, друзья, все, значит, собственно... Так вот, если вы не нашли никакой смешной картинки, и у вас, в общем, кризис картинок, есть проверенный стопроцентный способ. Ставьте самую мимимишную фотографию котика. Согласен. Вот если ничего... Котик работает всегда. Вот, на самом деле... Это так умиляет, это так сразу... Да, да, вот котики, это, значит, это великая сила соцсети, и тогда ваша вакансия полетела. В ответ вы получаете большое количество откликов. Соответственно, вот я по своему примеру знаю, но я так довольно нерелевантный в этом смысле человек, потому что у меня там в Фейсбуке 112 тысяч подписчиков. Да вы что? Да, вот. Но, собственно, ну вот даже когда я просто пущу себе на стену какую-то вакансию, если эта вакансия очень интересная, доходит до 15 тысяч за неделю откликов. Ну это, конечно, это ужас, обратный ужас, потому что это не выдерживает... То есть ты личные сообщения уже вообще с трудом открываешь, соответственно, у тебя там это все падает бесконечно. Конечно, не рассчитывайте у себя на такую историю, ровно потому что, ну вот, это на самом деле не очень-то хорошо иметь такое количество подписчиков, ну, с одной стороны хорошо, с другой, в общем, довольно сильно утомляет, но, в общем, вы где-то получите, ну там, 10, 15, 20 откликов. Из них 5 будет релевантных. Но вот что самое интересное, что мы заметили. Вы получите отклики тех людей, которые не размещаются, то есть которые в данный момент не размещали свое резюме, что они ищут работу. Вот что очень важно, что очень ценно. Так, а почему именно так? Ну, почему? Потому что на самом деле, нет, будут большое количество и тех, кто ищет работу. Но будут те, то есть далеко не каждый. Вот смотрите, вы сидите просто на работе, или там, ну, не важно, дома, вы читаете в соцсеточке, вы пришли просто там, ну, друзей почитать, не знаю, там, фильм посмотреть, вы увидели эту вакансию. Ну, будете... Опа. Опа, слушай, а я что-то работаю? Тут денег больше, и вообще работа интереснее. А что бы мне не откликнуться? И котик такой милый. И котик милый. И вроде человек, который пишет, ну, интересный, да? Соответственно, в ответ к вам приходят бесплатно те люди, если вы все сделаете правильно, те, которые вообще работы не ищут. Вот. И это очень ценно, ровно потому, что это обычно, вот, ну, цинично говорить, но обычно это самые профессиональные в этом случае люди, потому что у нас сейчас дефицит на рынке кадров такой, что большинство профессионалов хантят раньше, чем они начинают искать работу. Вот. И, в общем, вот так вот. Кстати, вот этот профессионал, о котором мы сейчас, ну, так, гипотетически поговорили, он сидит на работе. Да. При этом вот он увлечен чтением, да, всякой всячины в Фейсбуке. Вот. И именно это дает ему возможность открыться на мое предложение. Это связано с тем, что ему на работе... Ну, он уже не горит. Да. Вероятнее всего. То есть, смотрите, в соцсетях постоянно сидят несколько категорий граждан. Если мы говорим о таких... Это первое. Ну, вот мы, которые работаем в соцсетях, у нас это площадка, это понятно. Для вас это простительно. Так скажем. Ну, что значит простительно? Это работа у меня такая. Я туда на работу хожу. Вторая история. Это ходят, в общем, люди, у которых рабочий день строится по принципу, что бы ни было, я должен быть на рабочем месте. Даже если нет работы. Условно секретарь генерального директора. У нее может сейчас не быть работы, но она не может встать и уйти. Или там, ну, вот какие-то такие должности, потому что там есть регламентированный рабочий день, когда ты должна на этой работе находиться. И третье. Это люди, у которых некий внутренний кризис. А именно профессиональный. С чем связан? Что, в общем, вроде все и хорошо, но и менять-то вроде как-то, но что-то вроде уже не горит. Вот. И, собственно, вот ровно это... И четвертое, конечно, вот то, что мы говорили в ВКонтакте, это огромное количество молодежи, для которых вообще это основная среда обитания. И там, вот если нужны именно молодежные вакансии, вот там работают все молодежные вакансии, начиная от продавцов и заканчивая, там очень хорошо работают стажерские, вот творческие вакансии. И прекрасно, потому что там сидят студенты лучших вузов, они просто там живут, у них там романы, ну и, собственно, и одновременно, и для них поиск, конечно, качественной работы, это вообще просто, ну, одна из ключевых историй. Ну, это действительно так, что если брать вот две, ну, наверное, ключевые, да, социальные сети сейчас в России, это ВКонтакте и Фейсбук, то есть разница... Нет, формально, конечно, ключевые социальные сети, это ВКонтакте и одноклассники, если мы говорим по количеству посетителей. А если мы говорим, ну, вот по принципу подбора... Вот смотрите, кого хорошо искать в одноклассниках, вот сразу честно скажу, там есть своя большая... Профи работает в одноклассниках, у нас там тоже все очень хорошо, только на другие вакансии. Бухгалтеры, главный секретарь, то есть вот, ну, вот ведущий секретарь к первому лицу, да, там неважно, как его назови, юристы, то есть это другие профессии, это люди за 30, в общем, уже состоявшиеся профессионалы, такой средний, не топовый, средний уровень. Вот там все с этим хорошо. Врачи там, кстати, хорошо, вот. То есть это говорит о том, что вот подобные персонажи преимущественно в ВКонтакте сидят, они не в одноклассниках. Нет, смотрите, смотрите, Фейсбук — это творческая интеллигенция, ВКонтакте, если я утрирую сейчас, ВКонтакте — это молодежь, одноклассники — это профессионалы среднего уровня. Понятно, то есть все-таки ВКонтакте больше молодежи, да, вот те самые студенты, те самые стажеры будущие, да, и так далее. Ну что ж, замечательно. Смотрите, мы с вами уже некую систему вывели, да, мы систематизировали вот эти возможные поиски работы, и тем не менее мы говорили сейчас с точки зрения, ну, посредника, который стоит на стороне работы, то есть он ищет, ищет работника. А с другой стороны мы можем посмотреть, опять-таки используя вот интернет-ресурсы, я как Олег Дмитриев хотел бы... Да, мы можем, и я сейчас вам расскажу об основных страхах соискателя, при том, когда он ищет работу в соцсетях. О страхах соискателя. И страхах, и о том, как, от этого, как искать. Ну, давайте начнем, потому что у нас еще минутка есть до новостей. Основной вопрос, да, я расскажу... Слово страх, слово страх. Да, я расскажу основной баян, который вот мне все время задает, на самом деле, а вот что мне делать со своим профилем, ведь придет мой нынешний работодатель или там будущий работодатель, увидит, что у меня там фоточка там в купальнике или еще что-то, и меня не возьмет на работу. Так вот, мы, собственно, говорим. Ребят, мы, Чары, в общем, ну, мы много чего на своем веку повидали. И, в общем, мы адекватные люди. Нам, в общем, не очень интересно, с кем вы там в купальнике, в Турции отдыхаете. А чего нельзя делать? Хотя с другой стороны нет. Слушайте, ну, когда... Это может сказать о многом, например, или о чем-то. Нет, ни о чем не может это сказать, на самом деле, потому что, ну, ну, отдыхайте и отдыхайте. Нам интересны другие вещи. Первое. Ни в коем случае вы не должны размещать никаких отрицательных отзывов, даже если вы ушли с диким скандалом о вашем прошлом работодателе. Это первое. Второе. Это сразу работает против вас, да? Это все, да. Вас воспринимают как... То есть в ответ в следующий раз будет ровно такая же история. Ален, сейчас слушаем новости, а потом обязательно... Да, хорошо. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Говорим сегодня на бизнес-классе о бизнесе и подборе персонала. И в гостях Алена Владимирская, руководитель агентства интернет-рекрутинга в Пруфи. И третий раз здравствуйте. И третий раз здравствуйте. И у нас будет еще возможность, Ален, и в четвертый раз поздороваться. Давайте продолжим. Очень интересно. Итак, мы говорили пока что о возможностях интернета с точки зрения поиска необходимого персонала. А вот теперь я... Про страхи соискателя. Совершенно верно. Итак, напомню. Значит, первое, да, на самом деле... Первое. Учары, в общем, даже если вам мы кажемся неадекватными, на самом деле мы адекватные люди. И нас не очень интересует с точки зрения вашего профиля, а мы обязательно смотрим на ваш профиль, когда мы уже приняли первичное решение, что вы нам интересны как кандидат. Мы, конечно, обязательно рисуем в соцсетях и проверяем. Значит, нам неинтересны там ваши фотки в купальниках, какие-то там события вашей личной жизни. Вы даже не читаете, да? Нет, ну... Переписку какую-то. Нет, а как мы можем читать переписку? Переписку мы, конечно, не читаем. Я прошу прощения, я, тем не менее, вот с этой точки зрения какую-то, может быть, даже в соцсети видел, ну, на уровне анекдоты, да? Когда человек приходит устраиваться на работу, протягивает резюме, он говорит, мне резюме твое неинтересно, дай мне твою страничку вот в соцсети, я почитаю что-то. Это кокетство. Да, ну, собственно, разные бывают случаи. Да, да, раньше было, что мне не нужно ваше резюме, мне нужен ваш гороскоп. Ну, ну, то есть разное бывает, неадекват бывает разный. Работодатель тоже бывает неадекватный. Подумайте в этом случае, нужен ли вам такой работодатель. Так вот, мы все-таки говорим о таких как-то там вменяемых вещах. А, значит, что, собственно, делать нельзя? Повторю, первое, ни в коем случае нельзя писать ничего плохого о вашем прошлом работодателе. Это первое. Второе, мы, конечно, смотрим на общую вашу адекватность. То есть если вдруг у вас на стене порнография или, не дай бог, там какие-нибудь, там еще какие-нибудь страшные вещи, то, ну, собственно, ну... Все ясно сразу. Третий момент тоже очень важный. Если мы видим, вот возвращаясь к первой части нашего разговора, что вы очень много времени проводите в соцсетях, если вы, конечно, не гейм, там, не связаны с играми или не связаны с соцсетями, где это вот основная работа, а вот вы сидите целый день, игры же, особенно если вы играете, они у вас в вашей ленте оставляют след. Там, я не знаю, там, полил цветочек, дошел до пятого уровня. То есть можно отследить, какое количество времени я провожу вот на баловство на это. В результате у нас, вероятнее всего, мы не скажем нет, но у нас возникнет дополнительный вопрос. То есть может быть как раз это мотив. Слушайте, мне было так скучно на этой работе, что я... Но мы этот вопрос обязательно зададим. А что вы, собственно, так, ну, на работе не работаете? Потому что это некий риск. Вот. А все остальное, в общем, нам интересно крайне мало. То есть вот это три основные правила, которые вы должны запомнить, при том, что вы должны понимать основное. Сейчас мы обязательно проверяем любого соискателя в соцсети. Это обязательно. То есть может быть до того, как вы придете ко мне на собеседование. Может быть после, ну кто как, да? Но это мы делаем обязательно. Ну, наверное, не очень убедительно. И тем не менее, вообще можно представить, что у одного из соискателей новой должности нет страницы. Да, конечно, можно. И тогда как же мы его проверим? Ну, тогда, собственно... На детекторе лжи? Да нет, ну почему? Ну, собственно, понимаете, ведь всегда, да, ну что мы, значит, проверяем? Ну, тогда мы сделаем еще одно дополнительное собеседование, возможно, если у нас возникнет вопрос. Тогда мы пошлем запрос, если это крупная компания, служба безопасности нашей компании. Ну, то есть страничка в соцсети, она упрощает во многом, да, жизнь и вам, и нам? Да, 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 да. Она в том числе ускоряет ваш процесс трудоустройства. Вот видите, уважаемые слушатели, в принципе, можно даже рекомендовать, да, заводите страницу в соцсети. Нет, давайте вот как мы скажем. Смотрите, давайте мы разделим соцсети на две большие истории. Первая, это вот такие общие соцсети массовые, а вторая, это профессиональные. Так те, которые мы называли. Нет, смотрите, вот, давайте вот так. Смотрите, есть общие соцсети. Это ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, ну, и там сети второго, третьего уровня, их довольно много где-то. А есть профессиональные соцсети. Это Мой Круг в России, это Линкдин, это Мой Круг мирового уровня, да, ну, и плюс там тоже, собственно, существует довольно много соцсетей, там, всяких уже профессиональных, делящихся по профессиональным вещам. Вот. Было бы идеально, если бы вот вы там ввели правильную страницу своего именно профессионального карьерного роста. Вот когда вы мне начали, задавали вопрос, чем отличается ведение бизнеса в интернете и не в интернете, я отвечу вот иначе. У нас поведение соискателя очень отличается в интернете, не в интернете и очень отличается от западного. На Западе вообще, в Америке, невозможно себе представить человека, особенно если он протидует на позицию выше средней, ну, даже если средней, у которого, в принципе, нет качественно заполненной страницы в Линкдине, потому что он понимает, что это есть некий нетворкинг. Это не просто, если я даже сейчас не ищу работу, это мои контакты, это связи, я могу обратиться за рекомендацией. Именно профессиональные связи. Только профессиональные. Там не принято знакомиться с девушками, там ничего, это профессиональные связи. Представь меня такому человеку, там не принято не отвечать. Ты можешь представлять или не представлять, но не принято не отвечать. Посмотрите, какие профессиональные достижения у меня появились, я поменял работу, прочее, прочее, прочее. У нас же, в общем, этой культуры нет вообще. У нас даже, собственно, те люди, даже и чары, которые вроде как бы должны, у них там профиль в моем круге, четырехлетней давности, и, в общем, ничего. А страничка в ЖЖ, так называемой, может быть альтернативой? Нет, конечно. Нет, потому что это профессиональное дело в том, что там есть совершенно понятные профессиональные инструменты. Ну, профессиональные соцсети, во-первых, это вам удобнее, во-вторых, там можно отсматривать, там можно отсматривать динамику, там можно посылать интродакшны именно на знакомство, представь меня. Там можно просить профессиональные рекомендации у людей, прочее, прочее, прочее. Этого, собственно, ну, естественно, ЖЖ не дает. ЖЖ, скорее, это история вот ровно про такие же вот общие... Ну, это некая благосфера, да, так мы это называем? Ну, в общем, это такое. Это то, что... Это то, чем стал Фейсбук. ЖЖ — это притеча Фейсбука. Это такая... Да, это среда для творческой и такой близкой к творческой, стремящейся к творческой тусовке, которая самовыражается. Вот сейчас... Ну, там, да, там, вот, скорее всего, все-таки тусовка, прежде всего. Да, сейчас вот ровно эта история перешла в Фейсбук, и там прекрасно живет, цветет. В Фейсбуке все-таки она больше структурирована, наверное, да, там как-то системно. Ну, не знаю, я просто... Ну, это зависит от вашей... То есть, смотрите, ничего там не структурированного, как и в ЖЖ, это зависит от вашей активности. То есть, если вы, собственно, допустим, много пишете, и пишете интересно, так вам постепенно начинают я могу сказать, что только через Фейсбук я познакомилась с такими просто для меня, ну, вот, космическими людьми, как Тимьян Кудрявцев, и мы просто сейчас там, ну, в очень хороших отношениях, Глеб Морев, Василий Гатов. То есть, для меня вот это люди, которые, ну, вот, так бы мне, собственно, ну, Хантер и Хантер, знаете, ну, что там, вот. А так люди приходят друг к другу читать некие тексты, ссылки и завязывается знакомство. Это здорово. Хорошо, хорошо, это очень интересно. В этом случае всегда мне очень любопытно, Алена, чувствуете ли вы конкуренцию вот в среде интернет-рекрутинга? Нет. Нет, почему? Потому что нет никого, кроме вас, или места слишком много, и всем хватает? Ну, во-первых, сегмент очень быстро растет. Во-вторых, вы знаете, вот какая история? Наверное, ну, я тут, наверное, хвастаться нехорошо. Нет, хвастайте, хвастайте. Я скажу так, ну, это не хвастовство. Если посмотреть на мое резюме, я в интернет-рекрутинге около 10 лет. Я сначала работала в работе.ру, и мы вместе все сделали звездную версию ту 2007 года работы.ру, которая получила премию Рунета. Потом я сделала работу Mail.ru, потом я была главным хантером, потом я ушла и делала свой бизнес. И, соответственно, я понимаю, очень много, и то мне очень сложно, я понимаю, очень много проблем и сложностей и рекрутинга, потому что это сложный бизнес. Он и клиентский, он и массовый, B2C-шный, да, то есть он и очень своеобразный, там, со всеми, и контентный одно время. То есть там масса составляющих. Вы знаете, было очень много стартапов, которые, собственно, во-первых, хотели повторить мою модель и шли по другой модели, но именно шли в Ерекрутинг. Практически все умерли. И это как раз, на самом деле, не очень хорошо, потому что, ну как... Ну, конкуренция должна быть, конечно. Ну, да нет, ну, смотрите, нет. Жил и развивался организм. Я не мазохист. Знаете, это вот... Ну, если переводить на девочкин язык, ну, наверное, хорошо, чтобы у моего мужа была любовница, тогда я пойду в фитнес-зал и буду худеть, да? Но на самом деле мне это ни разу не хорошо. Ну, может быть, иная мотивация для того, чтобы пойти в фитнес-зал. Ну, да, вот я ровно про это. Так вот, у вас мотивация ровно такая же. Должны быть конкуренции для того, чтобы бизнес развивался. Давайте я буду развиваться просто самостоятельно. Я не мазохист. Я отнюдь не радуюсь. Давайте быть честны, когда-то появляются конкуренты, ну, и не радуюсь, когда они умирают, потому что, ну, ну, вот такая жизнь. Ну, хорошо, ладно. И тем не менее, вот, смотрите, вы говорите, попытки были, да, по вашему ли пути пойти, по иному пути. Да, и по моему ходили, и по другому ходили, да. А почему, почему? Это личностная проблема какая-то. Ну, во-первых, да, действительно, люди, которые шли, у них не было такого опыта. А там у нас действительно сложный очень бизнес, и должен быть довольно большой опыт работы в этой сфере. Во-вторых, ну, вы знаете, еще раз, да, я скажу очень циничную вещь. Мне не 20. И, собственно, поэтому я такая, я, вы знаете, вот я вот всерьез на этот бизнес, ведь было вот, ну, бизнесу сейчас третий год. И очень много было сложных моментов. И сейчас тоже очень непростой период. Разные бывают вещи. Но, собственно, понимаете, вот когда тебе 20, и когда у тебя первый стартап, вот ты пошел, потому что стартап, ну, там, 25, ты, собственно, ну, первая, вторая серьезная сложность. То есть ты бросил. То есть ты не столько о результате думаешь, да, сколько о процессе, наверное. А для меня это вот, ну, как. Потому что ты молод, тебе надо просто двигаться. А для меня это вот уже дело принципа. Ну, как, я уже два года иду, надо и дальше, ну, куда же теперь-то, ну. Понятно. Ну, согласен с вами, согласен. В этом случае какие перспективы развития? Вот вы наверняка же строите, да, сейчас вы говорите, вот три года этому бизнесу. Не, не три, два с небольшим, да? Два с небольшим, да? Еще моложе. Не стареть у нас, да. Да, извините. Ну, так вот, все равно же вы, ну, там, я не знаю, на кратку, среднесрочный, да, горизонт какой-то заглядываете, и вот что я должна добиться? Добиться. Ну, соответственно, да, что это такое? Я хочу быть абсолютным, ну, то есть, не то, что лидером, я хочу захватить, чтобы, соответственно, с точки зрения социал-рекрутинга, именно рекрутинга в соцсетях, весь рекрутинг в соцсетях, это была история про профи-фрэнс, да, то есть вот, ну, вот все, да, то есть, и она была в России, вот, ну, вот все, что соцсеточки и рекрутинг, это было вот у меня, да, ну, а, собственно, дальше, неважно, это может быть продажа стратегу очень большому, которому интересно, это как сегмент, это может быть самостоятельное развитие, то есть нет цели вот продаться ради того, чтобы продаться, да, то есть это могут быть разные совершенно вещи, но мне просто интересно, чтобы в России это была история, вот, ну, это был знак равенства, рекрутинг в соцсетях, профи-фрэнс. Я вам хочу сказать, несмотря на то, что вы выглядите достаточно хрупкой девочкой, да, так мы сегодня называем, вот, но тем не менее, проблема, в смысле, задача-то очень глобальная, захватить рынок, да, социальных рекрутинг услуг в одни хрупкие женские руки, а силы, силы чувствуете в себе? Ну, а иначе зачем бы я ушла? Ну, это такой риторический все-таки, да, вопрос, точнее, ответ. Знаете, нет, смотрите, если ставить при собой очень мелкие цели, вообще никуда не проплывешь. Согласен. Согласен. Поэтому берем, берем именно крупные. По-серьезки, да? Да, по-серьезки. Тогда давайте сформулируем, попробуем, хотя нет, давайте не будем формулировать, у нас есть звонок. Давайте. Я думаю, что как раз Сергей заинтересовался вашим рассказом. Сереж, добрый день, вы в эфире говорите. Здравствуйте, здравствуйте. Ребят, очень интересная передача, конечно, вот эта рекрутинговая агент, очень нужны все, бизнес интересный. Но я хотел бы поговорить именно о качестве, да, вот работы этих контор. Поскольку вот я занимаюсь непосредственно, мне нужны люди, относительно имеющие некий профессионализм в своей вот... Области. При устройстве на работу, да, в своей области. Обращаюсь несколько раз, да не несколько, а много раз, в рекрутинговое агентство, мне присылали откровенных дилетантов. Но, когда я начинаю говорить, ребят, ну так несерьезно, это же не... Она говорит, что я могу сделать, нам предоставили такие документы. И парадокс заключается в том, что приходит человек, окончивший балл, представляете, дипломом, с послужным списком, с характеристиками, приходит и говорит, здравствуйте, я буду у вас работать. Я говорю, хорошо. Один... Я задаю всегда всем два вопроса, вот всего лишь. Первый, это площадь круга, скажите мне, что вводят людей в ступор конкретный, с его бауманским дипломом. И если это, вот я связан с электроникой, я задаю простейший вопрос. Господин, скажите мне, пожалуйста, закон ОМА. Он говорит, как правило, если отвечать на закон ОМА, я задаю встречный вопрос, но мы все учились в школе, это физика пятого класса, закон Киргофа. Все, тема закрывается. Объясняю девушке, хозяйке, вот рекрутинговое агентство. Милая, ну, вы подбираете людей по бумажкам, по резюме, которые они сопоставляют. Сереж, я прошу прощения, у нас сейчас новости в эфире, вы либо не уходите, или мы продолжим после новостей. Продолжаем эфир, давайте сразу же я подключу вновь Сергея. Сергей, закончите ваш вопрос, Алена, готова уже пуститься в бой, ответить вам? Да, да. Я секундочку только продолжу, вот, просто для того, что, вы знаете, и мне очень нравится, когда вот приходит человек, который соискатель, так сказать, да, который четко знает свою задачу. Он или ставит задачу, я хочу научиться, и потом открыть свой бизнес, ну, с озвучиванием, допустим, где он работает. Или приходит, как был один парень здесь, армянин молодой, пришел, я вообще обалденный. Он говорит, я хочу вместо вас работать. Ой, он даже хор работает, и, честно говоря, мы очень ладим хорошо. Ну, это нормально, то есть, это как вот Алена, она говорит, я ставлю глобальные задачи, чтобы что-то... Вот я Алену слушаю, я полностью на ее стороне, она молодец, она хорошая, это нужное дело. Качество, качество. Ну, врут в резюме, врут. Хорошо, Сереж, спасибо за вопрос. Успехов вам, успехов. До свидания. Да, в резюме врут. Более того, не всегда даже врут сознательно, ну, специально, чтобы часто врут для того, чтобы соврать, но далеко не всегда, да? Человек довольно редко может себя оценить адекватно. Это правда. Второе. Сергей выделил две основные проблемы нашего бизнеса. Первое. Бизнеса, именно если мы говорим рекрутингового. Действительно, бизнес очень непрофессиональный в целом. Очень много идет, вы знаете, просто молодых совсем девочек, я очень за, но которые там через год, через два открывают свое агентство, в общем, действительно, ленятся и непрофессионалы. Вместо того, чтобы отцебеседовать кандидата лично, сразу гонят клиенту. Второе. Когда собеседуют, вообще ни разу не специалисты в этой теме и, собственно, в результате, ну, это пустое собеседование. Действительно, рынок плохой, рынок никоим образом не сертифицированный, рынок дикий, и это правда. Кстати, извините, Алёна, вот те самые девочки, которые поработав, да, там годик-два и открывают свое агентство, они, в принципе, на что рассчитывают? Они думают, что это так просто, да, просто надо взять одного человека, привезти к другому, получить свои комиссионные и до свидания. Да, нет, ну, вы понимаете, вы работаете под кем-то, да, там, собственно, вы работаете в агентстве, вы же не видите всех ужасов бизнеса. Я прихожу к вам, говорю, вот там, Танечка, новые вакансии, вот, пожалуйста, вот я сегодня сама ее поставлю везде, ко мне придет куча откликов, я тебе даю, просто связывайся с ними, ну, там, вот тебе плюс эксперт, который оценит этих людей. Естественно, Тане кажется, что когда она вышла сама по себе, будет все точно так же, ну, замечательно. То есть она, ну, это, но есть еще одна очень серьезная проблема. Она действительно никак, я вот тут буду уже в защиту рекрутинга говорить, она связана с совершенно другой вещью. Дело в том, что то, что говорит Сергей, это вообще в целом наш уровень образования в стране, это сейчас вообще просто катастрофа чудовищная и прочее, и тут, сколько бы ты не был хорошим рекрутером, ты не в состоянии изменить эту историю. Это, ну, это великая вещь, да, и поэтому, собственно, если у нас вот, ну, вот в целом-то все получается плохо с образованием, то, конечно, надо искать. И второе, вот то, что говорил Сергей, что он очень хочет там находить предпринимателей, дело в том, что в России нет культуры предпринимательства, нет желания людям быть предпринимателями в целом, да, то есть есть такой знак равенства, предприниматель это вор, там, ну, я не знаю, ну, какой-то нечестный человек и прочее. Ну, это идет еще и с конца 90-х, да, когда любой бизнес... Да, образование идет еще дальше, то есть и в результате вот сейчас на этом клубке проблем мы получаем действительно очень некачественный рынок. Сергей прав. Спасибо, Алёна. Давайте подключим еще одну гость, она сейчас с нами на телефонной связи, это Ольга Овчинникова, директор департамента подбора постоянного персонала рекрутинговой компании АДЭКО, групп Раш. Оля, добрый вечер. Вы слышите нас? Здравствуйте, Олег. Да, хорошо. Спасибо, что вы с нами. Вот наш слушатель, да, задал вопрос, посетовал на то, что очень часто он связывается с рекрутинговыми компаниями, которые исполняют сами непрофессионально, с его точки зрения, свои обязанности и присылают откровенных непрофессионалов. Что вы по этому поводу можете сказать? Это был вопрос от клиента, который пользовался услугами рекрутинговой компании. Да, безусловно. Вы знаете, ну, конечно, это происходит на рынке, происходит довольно часто, когда клиент недоволен. В каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально, потому что иногда действительно агентство работает недобросовестно или консультант не понял свою миссию в данном случае данного проекта. Либо, может быть, клиент тоже некоторое, так сказать, свое усилие и время не инвестировал в этот проект, потому что с консультантом в рекрутменте, как и в любом консалтинге, с провайдером нужно работать и предельно четко ставить ему задачу, по крайней мере, быть очень открытым, откровенным и грамотно. То есть, другими словами, он мог не слишком убедительно, не слишком корректно сформулировать задачу по поиску специалиста. Какой ему нужно? По-моему, возможно. А вот можно, я включусь в профессиональный спор и скажу следующую историю. Вот я твердо уверена, что клиент всегда прав. И эта история не про то, что надо работать с консультантом. Это история про то, что агентство, если оно профессиональное, оно должно грамотно, как говорится на нашем сланге, снять задачу. А клиент, он не профессионал в нашей сфере, он реально может не понять сам, что ему нужно. Это правда. И вот история про то, что консультант должен уметь снять задачу, у нас, ну, я не к тому, что я сейчас даже, не про свое агентство, хорошее агентство работает таким образом. Часто вот приходит человек и говорит, нам нужен директор по маркетингу. Дальше условно там, мы на него смотрим, слушаем его историю, говорим, вам не нужен директор по маркетингу. Мы понимаем, что в этом, мы как бы теряем свои деньги, но по-честному, ну, не нужен он ему. А ему нужен, условно, маркетолог, занимающийся трафиком. Эта позиция вдвое дешевле. То есть директор по маркетингу, если мы говорим в Москве, ну, условно, 150-250, а человек, занимающийся трафиком, 80-100 тысяч рублей в месяц. И, ну, собственно, нам это говорить невыгодно. Ну, понятно. Ни по какой истории. Но если, вот, собственно, ну, мы понимаем, что в результате, если мы ему выведем директора по маркетингу, он, собственно, там, через месяц, через два вернется с воплем, с криком, что все непрофессионально, все ужасно, этот кандидат тоже вернется, куда вы меня отправили, это же ужас. Вот. Так вот, грамотно снять задачу, это первая, в общем, история про консалтинг. Спасибо. Оль, не уходите, пожалуйста, за связью. У нас есть звонок, давайте послушаем. Итак, на связи у нас Юрий. Юра, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да, говорите, говорите, мы вас слушаем. Я вкратце хотел сказать, у меня большой опыт в так называемом SMCG секторе, ну, это, в общем, на сленге, можно так сказать, производства продуктов питания, для тех, кто не знает. Вот. Я давно уже убедился, будучи там и на топ-позиции, а сейчас у меня там свой бизнес, вот, что никто, никогда, никуда профессионалов по факту не трудоустраивают, и сами они найти себе место. То есть это далеко, и даже, я бы сказал, совсем главный вопрос. Самый главный вопрос... Вопрос профессионализма, вы говорите, не главный, да? Да, да. Никакого значения не имеет предпринятие решения... Трудоустройства. Да, а чтобы сделать предложение кандидата. Так, хорошо, а что... Ключевой вопрос, это чтобы человек работал в бренд-компаниях. То есть тогда вот этот нимб известных компаний осеняет в том числе этого человека, типа вот если этот там сотрудник работал где-нибудь там в Coca-Cola, Nestle, Unilever, то значит он... Значит он по умолчанию, да, может помочь... Да, по умолчанию. А они зачастую полные, ну, как бы так правильно сказать, все меня поняли. Я понял. Спасибо. Спасибо, Юр, за ваше мнение. Собственно, мы послушаем комментарии от Алены. Давайте от Оли. Сначала она на телефону. Оль, как вы считаете, прав, Юрий? Есть такая точка зрения? Вы знаете, отчасти да, потому что многие работодатели потенциально хотят видеть людей из именно таких компаний, из брендов. это... Ну, мотивация какая? Вот та, о которой Юра сказала, да, если я работал вот в этом бренде, значит я по умолчанию уже крут настолько, что где угодно справлюсь. Нет, нет, вы знаете, я, так сказать, сама не только поставщик, но и работодатель, и сама стараюсь подбирать себе людей, не исходя из этого принципа, вот совершенно честно говорю. Хотя, безусловно, человек, который пробыл в крупной брендинговой компании, он, ну, отпечаток некой культуры, скажем так, говоря мягко, не отпечаток, а вот умения какие-то в профессиональной среде, он, безусловно, становится сильнее от предыдущего опыта такого в такой компании. Поэтому дело, скорее, не сам факт пребывания там в бренде, а вытекающие из этого там поведенческие там профессиональные компетенции. Ну, это такая опосредованная вещь. Ну, тем не менее, она есть, да. Давайте Алену послушаем. Да, я сегодня какой-то такой спорщик, ну, сори, да, у меня совершенно другая позиция, она заключается в том, что то, что говорил Юрий, это уходящий тренд, это действительно было очень модно там три года назад, два уже менее модно, сейчас это уже не модно, как когда-то было модно, чтобы все кандидаты были с МБА, помните? Да. Сейчас, собственно, как раз бизнес ориентирован на другое. Если мы не говорим о позициях каких-то там финансовых и прочих, где действительно важно умение работать в крупной компании, допустим, которая выходила на IPO, и ты переходишь в компанию, которая пойдет на IPO, просто, ну, вот с этим навыком. Так вот, если просто мы говорим о кандидатах, сейчас как раз очень активно берут людей с опытом собственного бизнеса, стартапов, даже если у тебя был неудачный стартап, это история про то, ты умеешь, ты пробовал, то сейчас покупают вот это. Это просто в нашем бизнесе тоже есть тренды, тоже есть мода, и она формируется потребностью бизнеса. Ну, знаете, я с вами не очень соглашусь, или не, частично, наверное, соглашусь, у нас по-прежнему очень много заказчиков, которые обращают внимание именно на этот фактор и просят именно таких кандидатов. Так что это, видимо, зависит, наверное, да. Я понял. Оль, я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашем разговоре, спасибо вам огромное, успехов в вашем бизнесе. Напомню, по телефону была Ольга Овчинникова, директор департамента подбора постоянного персонала рекрутинга и компании ADECO Group Russia. Ну, а мы возвращаемся в студию, где сидит очаровательная Алена. Вот она сегодня спорщится. Ну, в хорошем смысле слова. Нет, это нормально. Ну, всегда должна быть некая нерв должен быть, да, то есть мы друг с другом соглашаемся. Ну, просто у нас разный, наверное, опыт, разные клиенты. Это нормально. Это безусловно. Ну, я подытоживаю, по крайней мере, ваши ответы на вопрос Юры. Имеет место быть это. И до сих пор. Имеет, но уходит. Но уходит. Кстати, вот вы... Я хочу Юру успокоить, скоро вообще уйдет. Нет, ну, оно останется, но это не будет уже... Ну, Юра собственный бизнес, насколько я понял, поэтому ему уже это не очень интересно, наверное. Ну, в общем, Юра, то, что у вас есть собственный бизнес, и если вы захотите перейти в Дайм, это тоже нормальная, хорошая история, то это будет для вас сейчас большой плюс с точки зрения работодательства. Причем мне понравилась ваша фраза, что и неважно, каков результат вашего бизнеса. Вот постепенно, к счастью, наша страна приходит к следующей истории, что ошибка, история ошибки, это не позор. Это опыт. Это наоборот. Это опыт. Это не то, что наоборот, это просто опыт. Согласен, согласен. Так, Ален, остается у нас две минутки, ну, буквально, наверное, буквально, наверное, ваш взгляд на, все-таки вернемся к интернет-рекрутингу, да, буквально, наверное, ваш взгляд, ближайшие, ну, давайте там, два-три года на то, как развиваться будет этот момент бизнеса, ну, хотя мы говорили, что вы предпочитаете остаться в одиночестве, чтобы, да, взять в руки весь интернет-рекрутинг Российской Федерации, и тем не менее. Нет, но я могу сказать, что будущее интернет-рекрутинга очень большое, серьезное, конечно, профи-фрэнс. Именно потому, что это интернет-рекрутинг. Это история про то, что поскольку растет интернет, и люди уходят в интернет, и интернет дешевеет в регионах, то, соответственно, за ним тянется и рекрутинг. Я твердо уверена, что там в течение года-двух вся страна будет пользоваться proof-ifriends, уж извините, я о своем, но, соответственно, будет очень много разных вариантов интернет-рекрутинга, и, собственно, каждый будет искать свои площадки, их будет очень много, потому что там ровно нужно искать людей. А такой классический хантинг останется в премиальном сегменте, то есть совсем топы-топы, то, что совсем закрытое, ну и совсем другое. Закрытое, и где нужно непосредственно личное общение, наверное, да, прежде всего? Да, и второе, в очень узких областях, где, опять же, нужно такой очень узкий профессиональный компетенции. Хантинг, я не знаю, там каких-нибудь специалистов по нефти и газу, очень узких каких-то там, там где может быть всего на рынке в стране 2-3-4 человека. А большой рекрутинг он постепенно весь уйдет в интернет. Я понял. Ну, в этом случае пожелания успеха в вашем бизнесе, они очевидны, потому что, скорее всего... Мы будем стараться. Старайтесь. Старайтесь обязательно. Уважаемые слушатели, я буду закругляться. Огромное вам спасибо за внимание. Я благодарю мою сегодняшнюю гостю. Это Алена Владимирская, руководитель агентства интернет-рекрутинга «Пруфи». Ален, спасибо. Успехов в бизнесе. Уважаемые слушатели, до свидания. Спасибо за внимание. Будьте здоровы.